что мусоришь представь гости да у нас сегодня в гостях ведущий научный сотрудник института астрономии ран доктор физико-математических наук александр викторович багров александр викторович здравствуйте мы с вами встречались и очень интересно разговаривали про луну просвоение до сих пор помню как вот вы рассказывали про замечательные лифты которые нас туда отправят про то как там можно пробурить практически территорию многим землям и устроить там поля огороды и леса и озера и океаны я до сих пор вообще живу это теперь идеи да я вот теперь рад что мы здесь не погибнем благодаря вам я тоже надеюсь но сегодня мы поговорим о более тревожном так тему звучит защита земли от космических ударов вот действительно так прям вот остро стоит этот вопрос да к сожалению это факт по мере того как наши знания о космосе все больше и больше углубляются мы находим все больше и больше угроз которые этот космос нам несет в частности одна из таких угроз это удары больших метеоритов из космоса известно что вот на земле существует множество кратеров ударного происхождения чудовищных совершенно размеров вот один из кратеров в антарктиде под длинниками на обнаружены имеет диаметр 300 километров это половина расстояния до петербурга взять один ударный кратер такой бомбы даже трудно придумать чтобы она вызвала подобное разрушение и вот эти удары из космоса они могут нести совершенно роковые последствия один из таких ударов как сейчас установила наука привела 65 миллионов лет назад гибели почти 90 процентов всей живой материи на нашей планете и самые памятные из этих погибших это динозавры именно тогда динозавры вымерли освободив место для на земле для других развивающихся животных вот мы теперь люди являемся наследником тех богатств которые нам достались на земле но надолго ли я в том что из космоса удары все равно возможны и вот 2013 году мы были свидетелями совершенно уникального челябинского болида он правда взорвался в воздухе если бы не любопытство людей конечно жертв было бы меньше пострадавших было бы меньше но тем не менее проблема такая существует в любой момент мы можем получить серьезные удары из космоса и если он будет очень серьезный это поставит под угрозу существование всей нашей цивилизации да и что же нам с этим делать теперь если его на подлете уничтожить ну во первых существует две линии поведения нашего общества сначала нам нужно обнаружить что-то что летит нам навстречу и эту грозу астрономы конечно умеют наблюдать объекты в космосе но они до сих пор в общем-то не занимались такими проблемами мы наблюдали звезды галактики межзвездные облака а вот эти вот объекты которые движутся достаточно быстро в общем-то требуется специальной техникой специальные навыки для того чтобы их обнаруживать александр векович можно сразу вопрос а вот быстро движутся да это мы говорим о какой скорости ну чтобы понимать ну вот земля движется вокруг солнца со скоростью примерно 30 километров в секунду но в среднем тела по солнечной системе движется именно с такими скоростями какие-то помедленнее какие-то побыстрее но вот те которые достигают земли вот они примерно от от 15 до 60 километров в секунду в секунду и неужели обычно вот там нельзя обнаружить вот приближение ну вот мы каждый день каждую ночь можем видеть падающие звезды это вот маленькие частички пылинки мелкие камушки вот они вторгаются на таких скоростях в атмосферу и при такой скорости даже удар об атмосфере вызывает их сгорание мы видим падающие звезды но это очень мелкие частички которые сгорает полностью а если это будут тела больше скажем 3-5 метров в диаметре то они могут долететь до земли не сгорев и нанести какой-то нам нам ущерб одно время на ученые были уверены что глобальную катастрофу можно ожидать от удара тел больше скажем километра в диаметре километровый астероид если он упадет на землю он вызвать такие разрушения которые в общем-то скажутся на всей планете от полюса до полюса сейчас наши опасения еще более усилились сейчас считается что опасными будут всякие тела размером больше 150 метров но для сравнения тунгусская катастрофа знаменитая 1908 года была вызвана падением тела примерно 70 80 метров всего это были чудовищные разрушения там вывал леса в тайге оказался по площади примерно равном площади нашей столицы то есть это очень большое разрушение а если тело будет еще больше понимаете это масса зависит как куб размера вот а скорость мог быть еще и побольше чем у тунгусского здесь могут быть очень неприятные последствия самое неприятное это то что на нашей земле есть атмосфера мы дышим мы живем в этом воздухе но именно из-за существования атмосферы вот удар из космоса приводит огромным звуковым волнам которые в общем то меняют даже климат на земле а вот изменение климата могут иметь совершенно роковые последствия мы тут недавно выступили с статьей которым показали что если большой такой астероид упадет в океан там где проходит великие знаменитые океанские течения которые переносит тепло от экватора к полюсу а потом холодную воду переносят обратно от полюсов к экватору вот если эти течения будут нарушены то начнется великие великоледенение просто-напросто перестанут существовать вот эти потоки океанских течений этого будет достаточно чтобы началось великоледение нам говорят потепление сейчас сейчас это немножко другое сейчас мы вообще наблюдаем резкие изменения климата наша планета наша цивилизация вернее наше человечество возникла в период так называемой локальной климатической стабильности последние 50 тысяч лет в общем то климат менялся по чуть-чуть этого было достаточно чтобы человечество могло освоить практически все обитаемые сегодня уголки нашей планеты но в истории нашей планеты были времена когда температура была выше 60 градусов и в общем то огромные леса росли по всей планете вот на шпицберге до сих пор добывают уголь с тех времен а были времена когда великие оледенение доходили до почти до самого экватора вот южной африки нашли огромный метеорит железный гоба 60 с лишним тонн кусок железа железа кусок железа метеоритного лежит прямо на поверхности песка если бы просто-напросто даже хотя бы самолетом с высоты там 10 километров уронить такую глыбу там была бы воронку ей это говорит только о том что по-видимому это глыбу упал на ледник ледник был разрушен естественно этим ударом но когда лед растаял метеорит оказался просто на поверхности песка это было близи экватора что какие-то были времена в нашей истории когда ледники занимали очень обширной территории и вот то что мы сейчас наблюдаем это именно одно из великих потрясений климата и честно говоря никто сегодня точно не знает то ли это будет великое потепление и тогда растают все льды на планете либо это наоборот начало великого оледенение которое приведет тому что нам тоже опять таки негде будет жить так подождите александр викторович надо переосмыслить это все мы не надолго чего боитесь вы в предложенной теме пишите звоните александр викторович багров сегодня у нас в гостях и александр викторович просит повторить место где лежит вот этот метеорит в африке может быть люди это место в южной африке место называется губа и метеорит называется тоже по имени этой пустыне губа а но он прям так ты зато повтори что ты сейчас любимая твоя манера все выяснить интересно пока реклама нет мне просто интересно вот это кусок железа я спросил метеоритный желез я у вас спросила а вдруг у него какое-нибудь другое происхождение у этого железа вдруг что-нибудь вот разыграть кто-нибудь положил или еще что-нибудь такое вполне же притащить в пустыню слиток 60 тонны которые даже в вагоне не поместится это надо уметь а потом все таки ученые они не зря свою зарплату получают мы очень точно можем определить что является что происходит из космоса что здесь то есть а вы сказали что в составе вот этого железа было очень много никеля ну это характерно для железо никелевых метеоритов они так и называются железо никелевая а его можно все-таки такой большой огромный кусище столько весит его можно в каких-нибудь целях вот ну я не знаю для жизни использовать на любом металлургическом заводе где выпускается примерно в сто раз больше стали чем в этом метеорите в сутки а там скажут зачем нам с ними возиться смысла никакого потому что это железо очень мягкая из него так сказать ничего серьезного сделать нельзя это нет ни каменный век когда не не было ничего лучше поэтому сейчас это лежит как экспонат под открытым небом не звучит никаких от себя конечно нет и туда люди это место какое-нибудь паломничество нет не приезжают ну если есть турист а то обязательно его посещают да интересно все же таки да без из космоса ну давайте-то дальше пойдем о защите все таки да будем говорить давайте вот как только люди поняли что из космоса могут прилететь такие астероиды убийца встал вопрос давайте к мы их всех найдем перепишем и будем за ними следить если кто-нибудь поближе сама начинает движение нашу сторону ну мы хоть придумать что с ним можно сделать и поэтому в мире сейчас существует несколько программ в которых вовлечены астрономы которые связаны с поиском всех тел которые летают в космосе и и которые могут приблизиться к нашей планете вот сейчас уже почти 90 процентов всех тел у которых размер больше километра уже обнаружен в поясе астероидов и каталогизирован сегодня уже задача стоит более остро давайте перепишем все то что имеет размер больше 150 метров в диаметре потому что от них тоже могут быть большие неприятности но сейчас этим астрономы занимаются каким образом это можно поймать там же миллионы всяких этих звезд и миллиарды каким образом вы то есть это фиксируете если если вы сами говорите 5 минут назад вы сказали что мы не знаем никто не знает будет ли глобальное потепление или глобальное похолодание если но вот этого не знаете а это знаете есть есть вещи которые относятся к астрономии и вот тут я вполне компетентно отвечать на ваш вопрос конечно это очень большой труд очень кропотливая работа обнаружить маленькие светящиеся точки среди миллионов миллиардов звезд которые видны в телескопе но слава богу мы сейчас имеем хорошую компьютерную технику мы умеем уже на обнаруживать смещение вот эти маленькой едва заметные точки среди звезд и если это объект движется то естественно мы можем уже за ним внимательно посмотреть определить его параметры движения и вычислить его орбиту сейчас на сегодняшний день вот я поражу ваше воображение цифрой около 400 тысяч объектов обнаружено и внесено в каталоге есть тысяч есть какая-нибудь статистика вот где больше всего их концентрация или они достаточно равномерно вот по всей земле вот в том-то и дело что они неравномерны огромное число всех этих астероидов находится в так называемом главном поясе астероидов это территории между орбитами марса и орбитами мир юпитера простите чуть не оговорился она некоторые астероиды залетают ближе к солнцу вплоть до орбит меркурия и проходит даже мимо земли и вот выделен специально даже класс объектов так называемые астероиды сближающейся землей вот они-то представляются в общем-то сегодня самыми опасными вот на их каталогизацию на их обнаружение направлены основные наши сегодня силы вот их уже сейчас обнаружено несколько десятков тысяч то есть тоже достаточно большое количество но они пролетают настолько быстро что в телескоп порой его заметить нельзя было много случаев когда такие тела пролетали мимо земли а мы их обнаружили только когда они уже улетали от земли здесь свои проблемы свои трудности одна из проблем связана с тем что летят они со всех сторон а мы можем наблюдать звезды только ночью и поэтому то что летит днем со стороны солнца конечно же ни в какой наземный телескопа видеть нельзя и вот из-за этого и ставится задача сегодня сделать специальные космические аппараты которым бы не мешала атмосфера дневная и наблюдать все что летит в космосе круглые сутки прямо космического аппарата на каком вот сейчас уровне вот создания таких аппаратов к сожалению или это просто но пока на стадии придумки это только сейчас проработки у нас достаточно сложная экономическая ситуация и приходится решать наши космические проблемы самым экономным образом ну и как часто бывает если угроза неизвестно когда может завтра может через сто лет а давайте пока этим не будем заниматься но это уже вопрос государственной политики а ученые над этим думают постоянно и размышляют и придумывают свои интересные решения чтобы эту проблему решить раз навсегда вот мы давайте о решениях поговорим в следующем получасе да а если у вас есть вопросы пожалуйста пишите 5 5 3 3 начинает сообщение со слова маяк у нас еще есть вот сам 9 6 7 10 3 5 5 3 3 он же вайбер такой же номер у него ну вот я я то слышал что чё готовься не готовься вот если уж бахнет так бахнет и чего уж теперь надо будет уповать на на завтра на проведение но судя по всему вас другой взгляд на эти вещи да есть какая-то конкретика есть методы решения конечно вот почему я спрашиваю человек который предлагает забориться на луну построить дачу да 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 вы конечно правы ученые думают не только о том чтобы обнаружить эти опасные объекты но и как их увести от этой опасной траектории столкновения землей существует множество решений вот сейчас мы прервемся потому что у нас впереди новости и новости спорта решение интересно хотелось бы знать хотелось бы да ага спрашивает профессор вы верите в пришельцев но я думаю коротко да или нет скажите просто верите или нет в пришельцев вот я к вам пришел я пришелец пришелец а смотри это диригент нашел ответ и мы продолжаем наш разговор с ведущим научным сотрудником института астрономии иран доктором физико-математических наук александром викторовичем багровом и говорим сегодня о защите земли от космических ударов в первые полчаса мы коротко описали возможные опасности а теперь говорим о том как с ними по вашему мнению бороться ну вы скажете у нас сейчас экономический кризис и поэтому вот эту разработку чтобы в дневное время да можно было наблюдать сейчас как-то в общем не особо у нас может и на месте а у коллега что происходит с этим американцы они предпочитают сегодня тратить деньги на строительство целого ансамбля наземных обсерваторий с большими телескопами вот и у них совершенно другая доктрина они считают что опасными представляется астероиды астероиды летают по орбитам достаточно долго и устойчиво поэтому вот эти 400 тысяч астероидов которые нашли в общем то мы можем заранее обнаружить и заранее сбить а 400 тысяч астероидов в общем то по ночам видны земле то есть их собственно горы сегодня не так волнует проблема малых тел которые летят со стороны солнца почему мы с ними так разнимся в этом вопросе дело то что на америку не падал челябинский баре для на для нас это уже становится настолько актуально большая территория мы должны думать о защите своей территории не только так сказать от глобальных катаклизмов но и от таких сравнительно небольших ударов из космоса а вот эти все истории про то что мы там мы видели знаете в кино когда там собирается космический аппарат возглавляет его брюс уиллис они отправляются присаживаются на этот метеорит закладывают там ядерную бомбу он взрывается на подлете к земле это все ерунда да байки киношников но вообще-то говоря это самый простой и вроде бы очевидный способ если здесь есть что-то опасное давайте как и мы взорвем там хорошую бомбу разнесем его в клочья не обязательно для этого бюджета виллиса посылать можно послать автоматическую ракету как это сейчас вот скажем в нашей военной доктрине используется там нет пилотируемых ракет для доставки ядерного оружия то же самое можно было бы сделать и с космосом но существует во первых два очень глубоких ограничения во первых международное законодательство запрещает использование вывод и использование в космосе ядерного оружия а во вторых для того чтобы доставить такую бомбу куда-то на далекий астероид нам нужно очень точно знать его траекторию и быть уверенным в том что этот астероид действительно принесет нам реальную угрозу у нас сегодня точности недостаточно высоки поэтому даже считается опасными объекты не те которые врежутся в землю наверняка а те которые прилетят хотя бы на расстоянии 20 радиусов лунной орбиты от земли да здесь даже не такие высокие точности и поэтому сейчас ставить вопрос о том чтобы там где-то на готове у нас были эти ракеты с бомбами чтобы послать на этот астероид в общем-то преждевременно хотя такие мысли существуют и идеи такие прорабатываются но существует есть еще и много других вариантов вот например таким же очевидным способом является использование такого простого ресурса в космосе как солнечный свет в принципе можно привязать к опасному объекту большую солнечный парус и тогда солнечный свет его тянет в сторону но давление солнечного света очень маленькая процесс изменения орбиты этого опасного объекта займет годы и поэтому все время в стане возникает вопрос о том чтобы нужно было заранее и очень точно выйти вычислить обнаружить этот опасный объект и заранее к нему послать миссию противодействия вообще-то говоря вот наши геологи исследовали вот эти гигантские ударные кратеры на земле и в них не обнаружили астероидного вещества скорее всего это не астероиды падают а кометы кометные ядра а у кометных ядер есть особенность если они находятся на су около солнечных орбитах у них периоды обращения вокруг солнца сотни и тысячи лет и поэтому тот который объект прилетит на мы его сможем обнаружить буквально за два-три месяца только до возможного столкновения а этого явно недостаточно чтобы использовать эти классические варианты которые допустим разрабатываются теми же американцами безвыходная какая ситуация получается или нет но мы предложили наш российский вариант ну как известно чем богаче страна тем больше она склонна к принятию классических таких лобовых решений а вы свои выдумки берем вот мимо земли ежегодно прилетает примерно 40 тысяч маленьких микрокомет вот одна из них ударила нам в челябинске по небу время трюни падает они в других местах только чуточку поменьше так вот если бы на такую маленькую кометку отправим специальный двигатель паровой он будет использовать вещество кометы для движения как рабочее тело солнечную энергию для разогрева этого рабочего тела то такая вот миг мини кометка может быть направлена в сторону опасного тела она уже имеет хорошую космическую скорость и уже имеет приличную массу и поэтому при ударе об опасное тело она просто-напросто сдвинет сторону а то и вообще говоря разрушит вот такую простую схему мы продолжили несколько лет назад и даже получили на нее патент но что делать не федеральная космическая программа не военная доктрина сегодня не рассматривает проблему борьбы с космическими угрозами как важнейшая поэтому этот проект пока так и лежит виде бумажного патента но не сделано еще ни одного шага к его реализации хотя можно было бы может вот почему ученые говорят что это большая проблема а с другой стороны вот вам наоборот утверждают что вам говорят что это ну небольшая проблема сейчас прям мы не будем крайко вот ей заниматься как так получается аргументы противоположной стороны мы же тогда ученых не слушают ученых вообще слушает редко это беда наша ученые ко всему прочему очень часто опережает свое время мы видим заранее задолго до того как проблема что называется возникнет перед лицом у каждого мы ее видим издалека и заранее и вот то что будет проблема внятно осознанной всеми могут через пять через десять лет вот но мы все равно не дожидаясь этого периода изо всех сил и работаем с тем чтобы продвинуть наши возможности к нужному решению ой-ой-ой так плюс семь девять шесть семь сто три пять пять три три но такие вопросы не может быть где-то с одной стороны детский не могу не за ним приход если астероид попадет по луне земля и уприте тянет но для того чтобы муха сбила автомобиль который летит по шоссе за скоростью даже в 200 километров в час масс мухи недостаточно никакой астероид который по луне врежется не не дает и не изменит ее движение это это не разговор но вот эта идея которая была высказана лет 20 назад нашим соотечественным анатолий и зайцевым о том что опасные астероиды нужно забивать другими только поменьшего размера вот она сейчас достаточно активно разрабатывается мы ими можем управлять вот если речь вот о мини кометах о которых я только что сказал мы ими можем управлять а американцы рассматривают такое же лобовое решение дескать давайте-ка запасем такой астероид захватим его сначала издалека плетающим к земле на всякий случай выведем на орбиту вокруг луны поставим на него хороший реактивный двигатель и если вдруг появится какой-то опасный объект у нас уже есть такая проща это есть такой камень в руках у смелого давида который попадет глиафа вот но здесь свои конечно проба проблема во первых нужно этот камень заранее протащить а потом его сначала нужно разогнать еще попасть в этот самый опасный астероиде свои проблемы а вот если использовать вариант с мини кометами какие проблемы с моей точки зрения технически вот этот паровой двигатель но будет весить 300 400 килограмм это совсем немного и вполне доступно для запуска обычными нашими ракетами среднего класса а поскольку их летит 100 штук в сутки можем не одну мини комета послать от 235 и гарантированно сбить даже самый опасный объект поэтому что мы в течение нескольких лет в обозримое время эту технологию все-таки освоим и обезопасим нашу планету таких ударов когда слушаешь кажется что управление мини кометами это конечно не да я говорю что это вот как соревнование писателей фантастов кто кого фантазирует но фантасты пишут книжки и публикуют их под своей фамилией и сохраняет права авторские а мы получаем патенты а патент чтобы получить это нужно перед патентного управления доказать осуществимость этого варианта и мы это доказали после небольшой паузы мы продолжим у нас сегодня в гостях александр викторович багров а вместе с ним говорим о защите земли от космических ударов в оставшееся время ценные минуты мы решили подстраховать таких боязливых людей как например дробышева и колоссово которые волнулись а с вами убежище дети у меня же дети а мне то что это за жизнь да александр викторович багров доктор физематических наук сказал что есть давайте обсудим к темы убежище ну вот допустим прошляпили мы эти диктатор где ховаться будет как можно укрыться на земле и можно ли вот сейчас единственная организация которая серьезно размышляет над проблемой ударов из космоса является наша мчс она совершенно четко уже осознала свои возможности и утверждает что скажем объекты типа челябинского боли да может даже чуть покрупнее их сравнительно легко можно пережить эти удары если мы будем хотя бы за 8-10 часов до столкновения земли знать месте и в этом месте конечно можно людей эвакуировать в самое обычное убежище которое нас существует на случай военных действий потому что там таких убежищ уже будет достаточно для того чтобы этот удар пережить ну естественно что потребуется заодно закрыть всякие опасные производства в результате которых может быть там скажем атомные электростанции могут быть даже какие-то распыленные радиоактивные вещества от химических заводов могут быть тоже свои последствия но вот эти 80 часов нам достаточно если же речь идет о более серьезных самые космических ударах то здесь уже потребуется убежище на уровне противоатомных их не так уж много в мире они конечно всех людей не защищать не защитят но тут уже мы пока бессильны и выгоднее сегодня не убежище строить от таких более серьезных угроз а наоборот им активно противодействовать еще в космосе ну а что касается очень уж больших тел то последствия их ударов приведет к разрушению всей инфраструктуры нашей цивилизации и уже некому будет спасать даже те которые еще выжил где-то от этой катастрофы поэтому лучше всего думать не об убежищах на земле а о противодействии этим объектам в космосе правда существует еще один вариант который мы прошлый раз вами разговаривали это строительство жилых убежищ на луне потому что на луне атмосферы нет даже если там упадет приличные астероид размером в целый километр будет очень локальное разрушение большая часть территории луна останется в общем-то нетронутой поэтому если разместить равномерно по поверхности луна такие поддельные убежища в них можно будет гарантированно уберечься даже от тех катастроф которые на земле пережить не удастся но луна это наш санаторный курортный комбинат да александр вич спасибо вам огромное сегодня был очень интересный рассказ напомню друзья у нас был ведущий научный сотрудник института астрономии ран доктор физико-математических наук александр викторович бакров спасибо большое рад был вам рассказать о своих задумках еще больше подкастов на радио маяк точка ру